Ой, моя спина! Звучит знакомо, правда? Боль в спине может вызвать огромный дискомфорт. Любой поворот заставляет вас тонать. Завязывание шнурков становится почти невыполнимой миссией. А ваша любимая кровать уже не выглядит комфортной. Но не стоит пока тянуться за обезболивающим. Есть намного более безопасные способы избавиться от мучащей вас боли. Расслабьте спину. Сядьте на пол и вытяните ноги перед собой. Поставьте стопы на расстоянии 5-10 сантиметров друг от друга. Сверните полотенце или плед в рулон и разместите его под коленями. Затем положите подушку на ноги, наклонитесь вперед и выгните спину так, чтобы ваша голова коснулась подушки. А теперь расслабьтесь и сохраняйте это положение в течение 5 минут или дольше. Это, на первый взгляд, простая поза помогает сделать спину более ровной, снять напряжение, которое накопилось в ваших мышцах и избавиться от мышечных спазмов. Проработайте поясничную мышцу. Лягте на спину, руки вдоль тела, ноги вытянуты. Положите кирпич для йоги или толстую подушку под таз и медленно опустите поясницу на пол. Оставайтесь в таком положении в течение 5 минут или дольше. Дело в том, что поясничная мышца соединяет верхнюю часть тела с нижней. И ее задача стабилизировать вашу спину. Если эта мышца слишком напряжена, вы можете чувствовать боль в пояснице. К счастью, это упражнение ослабляет напряжение, создавая необходимый баланс. Сделайте двухминутную тренировку для спины. Номер один. Сядьте на пол и вытяните правую ногу перед собой. Затем согните левую ногу в колене, а левую стопу прижмите к полу. Руками подтяните левое колено к груди и задержитесь в этом положении на несколько секунд. Потом вернитесь в исходное положение. Сделайте 10 повторов, а потом поменяйте стороны. Номер два. Лежа на спине, согните ноги в коленях и прижмите стопы к полу. Не разгибая колени, поднимите стопы на высоту 10-15 сантиметров, задержитесь в этом положении на пару секунд, а потом опустите ноги. Сделайте пять повторов. Номер три. Сохраняя позицию лежа на полу, вытяните правую ногу и натяните носок. Затем согните левую ногу, возьмите колено руками и подтяните его к груди. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, а потом опустите ногу. Поменяйте стороны. Сделайте 10 повторов на каждую ногу. Номер четыре. Сядьте и вытяните ноги перед собой. Затем вытяните руки и наклонитесь вперед так, чтобы пальцы рук коснулись пальцев ваших ног. Если у вас не получается, остановитесь. В этом упражнении вы не должны испытывать никакого дискомфорта. Просто наклонитесь так глубоко, как можете и задержитесь в этом положении на несколько секунд, а затем поднимитесь. Сделайте 10 повторов. У этой тренировки множество преимуществ. Но самое главное, что она снижает напряжение, уменьшая таким образом боль в пояснице и области бедер. К тому же упражнения займут всего 2 минуты. Неплохой повод делать их каждый день, верно? Растяните ягодичные мышцы. Сядьте на пол, согните колени и прижмите стопы к полу. Теперь приподнимите ноги от пола и, балансируя на ягодицах, перекрестите их так, чтобы левая нога лежала поверх правой. Затем возьмитесь правой рукой за левую стопу, а левой рукой за правую и подтяните ноги как можно ближе к груди. Оставайтесь в этом положении в течение 1-2 минут, а затем расслабьтесь, вернувшись в исходное положение. Повторите упражнение со сменой ног. Оказывается, зажатые ягодичные мышцы могут стать причиной боли в спине. В конце концов, именно благодаря им вы поднимаете свое тело, опускаете его и двигаете вперед. Так что хороший стретчинг снимет напряжение и снизит боль в спине. Найдите магические точки. Вы когда-нибудь слышали об акупрессуре? Если коротко, то на нашем теле есть точки, которые через направляющие линии соединяются с различными частями организма. И когда вы нажимаете на эти точки, то можете избавиться от боли. Поясница – не исключение, и точка, которая связана с ней, находится под коленями. Найдите ее на задней поверхности ноги в центре под коленом. Сильно нажмите на нее большим пальцем и продолжайте давить в течение 2-3 минут. При этом дышите ровно и глубоко. Эта точка называется B54. Стимулируя ее и расслабляя мышцы, вы уменьшаете боль в пояснице и бедрах. Посидите на теннисном мяче. Для начала найдите теннисный мячик. Сядьте на пол и положите мяч под одну из ягодиц. Начните медленно кататься на мячике вперед-назад, пока не локализуете точку – источник боли. После этого согните рабочую ногу в колени и положите стопу на другое колено. Чтобы сохранить баланс, поставьте руки за спиной. Задержитесь в этом положении на одну-две минуты, а потом поменяйте стороны. Такой массаж помогает снять напряжение в ваших ягодичных мышцах. В результате кровоток в пояснице усиливается и боль уходит. Повесьте прищепку на ухо. Нет, это не шутки. Возьмите прищепку и прицепите ее к верхней части уха. Оставьте ее там на 5 секунд, а затем повесьте на другое ухо. Сделайте по 5 повторов для каждого уха. Верхняя часть уха напрямую связана с вашими плечами и спиной. Поэтому, стимулируя ее, вы автоматически снимаете напряжение и снижаете боль в области спины. Попробуйте лавандовое масло. Возьмите столовую ложку касторового или кокосового масла и добавьте несколько капель лавандового эфирного масла. Затем аккуратно помассируйте смесью область, которая вас беспокоит. Благодаря своим успокаивающим и противовоспалительным свойствам, лавандовое масло снижает стресс и облегчает боль в спине. Сделайте растяжку. Номер 1. Поза кобры. Лягте на живот и прижмите ладони к полу рядом с плечами. Затем медленно поднимите грудь и прогнитесь в спине. Номер 2. Поза ребенка. Встаньте на колени и опустите таз на пятки. Колени должны быть на ширине бедер. Затем наклонитесь вперед, вытяните руки и коснитесь полулбом. Номер 3. Поза кошки. Встаньте на пол ладонями и коленями. Затем начните прогибать спину вниз, а потом выгибать обратно вверх. Будьте аккуратны при выполнении упражнения. Избегайте болевых ощущений. Делая эти упражнения, вы расслабляете свои мышцы, тем самым снижая боль в спине. В каждой позе вам нужно находиться 30 секунд и дольше. Но помните, что вы не должны испытывать никакой боли или дискомфорта. Сделайте ванночку для ног. Возьмите тазик и наполните его горячей водой, но не слишком горячей. Насыпьте в него стакан английской соли и хорошенько размешайте. Сядьте и погрузите стопы в воду. Принимайте такую ванночку на притяжении 5-7 минут. Затем смойте соль с ног теплой водой и оберните их полотенцем или пледом. Растворяясь в воде, соль распадается на сульфат и магний. Последний особенно известен тем, что расслабляет мышечные спазмы и снимает нервное напряжение. Поэтому, когда вы делаете ванночку для ног с английской солью, кожа впитывает ее компоненты и боль в спине снижается. А вы знаете другие простые способы облегчить боль в спине? Напишите в комментариях. Если вы сегодня узнали что-то новое для себя, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Но не отходите пока от экрана. На нашем канале есть еще 2000 других классных видео. Все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке слева или справа. Наслаждайтесь и присоединяйтесь к Эдми.